Девушки отдыхают Алексей поделится первыми впечатлениями об Илье Соболеве Какой тусклый и маленький И ответит, почему каждую неделю ходит в баню Не есть чем похвастаться Запоминает, не сидите на холодном, смотрите шоу «Воли» и... Рожайте больше, ребята Всем добрый вечер, здравствуйте! У нас сегодня в гостях легендарный баскетболист, участник матча всех звезд НБА Президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко Привет! Андрюха, привет! Залетай! Привет! Привет, привет! Рады, какой хорошенький, маленький какой! Как там у меня? Проходка в ноги, подожди, куда? Рады, давай, передавай, сюда! Все, пошел Все, тихо, все, спокойно Андрюха, пожалуйста Смотрите Мы тебя ждали, можешь вон ту лампочку поменять, вон там Слушай, дядя Степа Выглядит, как будто он нас из продленки забрал Да Андрюха, мы очень рады тебя видеть Спасибо Класс Как у тебя дела? Все хорошо? Все супер, спасибо большое Очень круто Для тех, кто не увлекается спортом Это самый успешный российский баскетболист Из всех баскетболистов в мире Продолжай, еще что-нибудь, дай какое-нибудь хорошее тебе еще У тебя же еще есть какие-то мировые тоже топы Ты входишь там типа в тысячи или в шесть тысяч лучших баскетболистов Где ты против? 26 тысяч лучших баскетболистов мира, по-моему Где у меня такой информация? Для меня величайшее достижение Ты играл против Майкла Джордана на одной площадке, блин Это правда Это правда Слушай, меня действительно повезло Я успел застать Майкла Джордана И, конечно, ты знаешь, как у тебя должна быть твоя собственная мемуара, когда писать Майкл Джордан поставил себе такую галочку Серьезно? Он играл прямо с Джорданом? Да А ты кроссовки с того момента не менял же? Это же они же? Счастливые? Почти И это еще со школы он не менял Пятидесятый размер, между прочим А какой он Майкл Джордан? Ты пообщался с ним? Успел? Ты знаешь, мне было не до разговоров Тогда я вышел на площадку И в какой-то момент я просто потерял до речи Потому что вот он Я просто бегал за ним так и трогал его Это же Майкл Джордан А так можно вас в спорте? Ну, это же не борьба А у нас допускается, это в волейболе нельзя там А, то есть ты можешь подрогать так Майкл Джордан Да Майкл Все, и потом в руку не был А, ну круто Блин Десять лет ты играл в Юта Джаз Десять лет Юта Джаз Один год у меня был в Миннесота И полтора года в Нью-Йорке Бруклин Ну, а получается Юта Джаз вообще родной-родной клуб? Да, да, ну слушай, десять лет И действительно я уехал, когда был там Девятнадцать-двадцать лет мне У меня там появились дети Мормонский штат Классно Юбилей клуба был, да? Да И тебя приглашали Да, очень круто было Слушайте, и так приятно, когда тебя клуб вспоминает И вот там поколение игроков, с которыми ты играл Ребята, вот один турок У нас есть эта фотография Покажите, пожалуйста Да, да, вот как раз Тринадцатый номер из Турции Паренек Пятый, восьмой Два американца И сорок седьмой из России Смотри, как тебя тепло встречают болельщики Которых нет на трибунах А это после игры уже Это после игры А в середине игры Двадцать тысяч болельщиков Все прям были На одной волне Из-за того, что там есть ребята с Турции Кажется, что вы на рынке стоите Да, мы же торгуем Ну А ты сорок седьмой, да, был? А это что-то значит? АК сорок семь А, АК АК сорок семь Андрей Кириленко Андрей Кириленко и АК сорок семь А я еще родился, кстати, в Ижевске Да До кучи Все Пазл сложилось Прикольно А это что? Это ничего не значит? Ты можешь любую цифру взять? Там, семьсот девяносто девять или как? Не, ну, окей Пусть будет АК семьсот сорок девять Что это такое-то? Согласен Илюш Ты бы вот себе какой номер взял, если бы Ты бы пошел в баскетбол Я бы взял себе номер ноль Да Меня было не видно на площадке Но я бы забивал Это опять нулевой Где этот нулевка? Знаешь, как типа А ты? Я бы какой номер взял? Я бы взял ноль три Меня бы на скорую увозили каждый раз А, ну да, кстати, да Мы бы вместе работали с Пашей Я бы был ноль, он три Вместе А, вон они тридцать бегут к нам Паша еле-еле И меня не видно Тридцать, либо ноль-ноль-три Либо ноль-ноль-семь Либо ноль-ноль-три Ты помнишь свой первый матч в NBA? Нет Да, но нет Я помню что-то такое Я не знаю, это был первый или нет Первое мое впечатление было Какой-то с Милуоки мы что ли играли Не знаю, что-то говорит эта команда Милуоки Милуоки? Милуоки Ну это типа есть такая болезнь Ну вот, я боролся с болезнью И у рыбы есть Милуоки Когда они Вот ты там играл? Не, ну мое, конечно, самое яркое впечатление моего первого сезона Конечно, Майкл Джордан Ну, несомненно, как у тебя вот перед глазами человек Или Шакил Анилов тоже еще Шакил Анилов, два, восемнадцать Тоже его видел? Двести килограмм Да попробуй его не увесить Такого не увесишь Ты его отсюда из Москвы видел? Он как три меня в ширину Три тебя? В ширину Получается, семнадцать меня И одиннадцать паш Да, а то и побольше, наверное А то и побольше Вот с такой вот у него, вот такая вот ладонь Просто вот У меня, кстати, небольшая, знаешь, баскетбольная небольшая у меня ладонь Да, кстати, это небольшая ладонь А ты можешь меня вот за голову взять? Не, у меня маленькая, я тебе говорю, маленькая, видишь, у меня Ну все равно до ушей достал А вот по уровню, по уровню престижей, по уровню, например, денег Ты вот как-то рядом хотя бы был с Майклом Джорданом? Ну да, такие же шорты Ты знаешь, ты знаешь Нет, ты будешь смеяться Я за карьеру на баскетболе заработал больше, чем Майкл Джордан Да ладно? Да, но по рекламным контрактам я там вот не стоял вообще рядом У них рекламный контракт, это основной их Ну просто дожди, Джордан играл раньше, там не было еще таких Твои гонорары были больше, чем у Джордана, получается? Да, ну на тот момент Просто он играл раньше, там еще тогда не было таких зарплат А раньше Так же, как и сейчас, нет таких зарплат, когда я играл Еще больше Сейчас вообще колоссальный Самый большой контракт у парня из Бостона 60 миллионов долларов в год 60 миллионов долларов в год А новый паренек, помнишь? Я пошел Иди в баскетбол играем А у кого это такой контракт? А он налоги платит? А, это не в России же он завязан Блиновский Блиновский Он выходит и говорит, у вас все получится Женя Блиновский Загадывайте желания А сколько всего ты заработал? Уже же можно Можно врать, на самом деле, вообще не переживай Да мы не будем Я вот 6 тысяч, а ты вот сколько? Думаю, что, думаю, что Сколько ты заработал? За карьеру? Ну да, тысяч 8, да, наверное Наверное, 100 миллионов 100 миллионов? Ты сейчас наврал? А ты, для тебя, вот теперь, разбирайся сам Потому что я-то не наврал Правда веришь? Я сказал уже, что ты так 100 миллионов долларов Андрюх, а что мы так редко общаемся вообще, а? Половина налогов Ты же налоговая Погоди, налоговая пришла, половину забрала Приезжай в гости к нам Так ты не зовешь Вот позвал, я пришел А вот я зову теперь В любой день вообще Илюх, ты умеешь на пальце крутить мяч? Вообще, я просто уже Я никогда Сломал один так Я никогда Как? Ты можешь научить, как крутить мяч? Ну, я на самом деле не очень хорошо кручу мяч Но попробую Ну вот, нет, нормально Сейчас получилось Сейчас получилось Что надо сделать? Покажите Я вот подкидываю Есть ребята, которые прям раскручивают его Переставляют на иголку, на нос Это я не знаю Я так не могу Дай попробую Давай Вот Вот, нормально Иди попробуй, давай О, ну Диа крутится А почему ты так жестко так делаешь? Почему ты не... Я понял, у тебя... У тебя проблема подкрутить Подкрути его сначала То есть надо вскручивать, да, сначала? Ну, да, чтобы он хоть... Блин, а у меня как-то Вот, траекторий какой-то Аа Дурацкий Давай, я с ним посижу Я привык Ну, прикольно А есть ли это трюки с мячом Или это единственное популярное? Может быть, что-то можете еще делать? Проглотить можешь его? Сейчас короткая рекламная пауза После этого Андрей Кириленко останется в нашей студии Все секреты NBA Оставайтесь с нами Андрюха, ты президент... Российской Федерации Баскетбола Российской Федерации Баскетбола Ты знаешь, бывает частенько Представляет, говорит, президент Российской Федерации И так пауза Я такой, не, не надо Баскетбола добавь Баскетбол добавь, пожалуйста, добавь Зачем нам это все? Баскетбол, пожалуйста Как развивается баскетбол Сейчас в России? Слушай, очень-очень активно развивается Прямо много хороших Интересных проектов И вот такой главный, наверное, проект Я считаю, что у нас без наших регионов Вот региональных наших отделений Мы не сможем вообще ничего сделать Нам нужно, чтобы они были активные Чтобы они достаточные были И поэтому мы даем и деньги В виде грантов И сейчас очень большой проект По инфраструктуре То есть строятся различные центры Центры уличного баскетбола Щиты меняем Вот это вот очень хорошо Потому что я все детство проиграл На баскетбольной площадке Я должен был быть ростом, как ты Я стерся А вот сейчас как ситуация? То есть сейчас же мы не можем Сейчас мы на паузе Сейчас на паузе Мы готовимся к моменту, когда будет можно Откроется дверь, и мы ворванем туда Ну, конечно, слушайте Но это не будет вечно длиться И, конечно же, это плохо то, что происходит Плохо, что мы не участвуем в международных турнирах Ну, несомненно, как бы Нужно быть активными Нужно играть против других стран Чтобы становиться лучше Но сейчас, в виде всех этих политических моментов У нас уникальная возможность появилась Обратить внимание на свой собственный чемпионат На свои силы, на свои регионы И я считаю, что просто это время нужно использовать Пока оно есть Потому что в какой-то момент мы все равно Ну да Выйдем опять играть в международное поле Ты баскетболист, твоя мама играла в баскетбол Почему твой сын занимается хоккеем? Покажите фото, пожалуйста А? Мы самое удачное фото выбрали, конечно Мне кажется, он посмотрит, будет тоже смеяться Не, ну, слушайте Я вообще за любой спорт Я смотрю футбол, баскетбол, волейбол, хоккей Любые игровые виды спорта Болею за наших ребят И у нас в семье такое правило Что я не должен кого-то заставлять заниматься спортом Каждый сам себе должен выбрать направление, где он хочет быть Поэтому этот предатель еще, я с ним поговорю дома Выбрал не кто-то из спорта Ну, что делать? Ну вот у нас такая же история Ну да София растянутая просто невозможно Просто иди в гимнастику и все Она говорит, я не хочу в гимнастику Что хочешь? Теннис Просто теннис Теннис и стендап одновременно Да Как папа и как... И как какой-то еще дядя Какой-то дядя по телевизору Хочу папа, как ты и Борис Ельцин У меня есть предложение Давай сделаем подарок нашим зрителям Вот есть мяч баскетбольный Можно его подписать? Конечно И мы его, этот мяч разыграем Давай Дайте маркер, пожалуйста Мы специально изготовили этот мяч Знаешь, что ты придешь? Один единственный в мире Другого такого нет Знаешь, в туалете нас смотришь Там на потолоке написано Думаешь, как это написали? У них очень просто вот так Подписывайтесь все, пожалуйста, на наш телеграм-канал Мы там разыграем этот баскетбольный мяч С росписью Андрея Кириленко Класс Андрюх, очень хочется поиграть в баскетбол Нам с тобой, вместе с Илюхой Я ни разу вообще не играл Опять не хочешь? Да, но в классический баскетбол ты наверняка победишь Поэтому у нас есть игра, в которой мы уравняем шансы Дамы и господа, полная корзина с Андреем Кириленко Правила простые Баскетбольная корзина Предметы на нас троих, они одинаковые Кто больше забросит разных предметов, тот и победил Давайте цветок Давай А есть какой-то секрет? Можно просто подарить По забиванию Девушкам цветы Так, давайте отсюда кидаем У нас как раз женский чемпионат закончился Давайте вот отсюда, вот с этой точки кидаем Цветы девушкам дарить Все подарим Андрюха, давай ты начни Ты же все-таки профессионал Давай, мы какую-нибудь технику у тебя подсмотрим Так Цветочки Вперед двумя руками Летит А, рядом Подожди, ты давно не играл? Давно не играл Отлично Блин, как его забросить? У нас есть шанс Давай О, на Хорошо Хорошо Подождите Есть, есть, есть Поздравляю Ты удивлялся, что ли? Ну я, конечно, ты что, я знаешь, сколько букетов Так, забираем Выбросил Так, давайте следующее что? Давайте медведи Отлично Погнали Медведь Опять я первый? Ну, хочешь, давай я первый Нет, давай по очереди А, тогда ты давай 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 Так, башкой вверх Ой, вниз Нет Штанга А он залезет туда? Ну, самое главное, чтобы он там остался в корзине Что-то должно туда залезть А Так Все, ну что, Мишка, не подведи Есть О Медведь Круто Круто Слава богу, хоть одного заделся А как правильно кидать? Как правильно держать руку, если ты кидаешь вот тостер? То, тостер теперь Ну, ты как тостер Надо все время показывать, знаешь, когда настоящий бросок С мячом надо провожать и показывать, знаешь, как целиться А, раз, он так должен лететь, да? Ну, это если с мячиком, с тостером не знаю Попробуй Сейчас попробуем Это на завтрак Окей Бросок на завтрак, да? Ну, ты когда бросаешь, оставь вот прям руку, покажи, как удалить Т— О Ты понимаешь, Владимир Петрович Кондраш, он наш знаменитый тренер А кто самый маленький баскетболист в истории? Ты? А? Не, на втором месте кто? А-а-а Макси бокс Вон, правильно, Макси бокс Вы видели, как Андрея сделал лицо, когда вспомнил о маленьких? Так Так Ну давай Своим советом воспользуюсь или нет Сейчас я сделаю, я сделаю как это, как Дэнис Норман. Дэнис Карибидис. Дэнис Норман. Ах, черт. Забыл, что ты не меч. Ах, черт. Один, один, один. Я хотел, дальше интереснее начинается. Давай, что там, бабка пошла. Нормально. Андрюха, я буду очень веселиться, если нас выиграет Соболев. Что, какую взять? Слушай, а почему мяч оранжевый? Понят не имею. Мне кажется, чтобы лучше видеть его. Да? А почему круглый? Андрюха, хороший вопрос. Твой контракт с ТНТ. Давай. Я пока еще и в деле. Так. Это был мой диплом. О-о-о-о. Это файл? Ну, красавица. Давай сверху, я его вытащу. Или ты вытащишь? Ну, у тебя круто получилось. Мне поудобнее немножко. Ага, нормально. Так, ну что, поехали по арбузику, а? На настоящий арбуз? Да, настоящий арбуз. Если честно, я вообще всю жизнь мечтал арбуз бросить в баскетбольное кольцо. Говоришь, надо провожать, да? Жижа, жду. Я думаю, примерно вот так вот, когда Андрей брал мою голову, вот так вот по масштабу было у него. Вот примерно так выглядит кисть Шакила Анилла или Майкл. С мячом, да? С мячом. Ты вообще мутант. Показывает. Не хотелось бы, чтобы... Дайте мне килограмм кураги. У-у-у! О-у-у! Отлично. Еще сдадим вас Богу вкусно. Давайте, кто? У-у-у! 2-2-1. Представляешь, ты пока проигрываешь. Два у тебя, ты как считаешь? Ты как этот... Как вот турецкий мой друг, который играл. У меня был случай, сейчас расскажу. Тренировка. Да. Игровые упражнения, все бросают броски. И что-то все считают, считают. И мы проигрываем, проигрываем. Он мне говорит, Андрей, оставь мне счет. Я буду считать. И после этого мы никогда не проигрывали. У него всегда было что? Всегда сразу было. Он у него из Турции, поэтому у него, видимо, есть какая-то... Мы сразу выиграли. Сноровка. Еее! Красавчик. Есть в арбузе теперь. Парни. Во, во, во. А я был хороший, да? Погоди, давай. Ну, нефизон, конечно. Зачем я сюда пришел? Пахнет машинным маслом, но в целом... Нормально, значит, мы... Так, дальше. Поехали по желешке. Какой-то. Это первый мой арбуз в этом году. Узбекский. Вот это вот оперативная вещь. Желе. Ой, какая хорошая штука. О, ты вытащил, молодец. Три-три-три-два. Давай. Счастливая себя Тимуром Хайдаровым. Перед встречей с Киркоровым. Это уже после встречи, с ним. После встречи. Не бойся, не бойся, Фил, не бойся. Спокойно. Спокойно. Как шлепнулось хорошо. Шлепнулось хорошо. Давай. Так. Так. Ну что? А руки-то помнят? Сто процентов. Ну что? Что ж такое-то? Давайте. Я всегда начинаю первый. Давайте я буду последним. Давай. Итак. Последний шанс попасть в НБА. Йо-а-а-а. Ай-яй-яй-яй. Хорошо шло. Чуть-чуть. Пошло хорошо. Поподумай, Михаэл. Давай, Андрей. Ага, есть. Шло хорошо. Нормально. А как засчитывать, если половина? Попала. Половинку? Ладно. Давайте я. Полочка. Полукрюк, да? Давай. Как это называется? Как это называется? Я дойду его. Полудан. Полудан. Есть. Есть и есть. Попала. 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 Послушай, Илюха, я знаю, что ты мечтал об этом всю жизнь. Так. Пойдем туда к кольцу, мы тебя поднимем. Только осторожнее. И ты с первой сделаешь так. Погоди, осторожнее. Дамы и господа. В замедленном. Мечта, мечта всей жизни Ильи Соболева. В замедленном. Поехали, в замедленном. И... Есть, есть. Есть. Все, я держу. Нормально. Мы шлемы. Мы шлемы. Все. Заканчиваем. Ладно. Спасибо. Это был Андрей Кириленко. Андрюха, спасибо тебе огромное. Все грязное. Пойдем распишемся на статуе. Погнали. Как я рад за ребят, которым это убирать. Пойдем, Андрюха. Я знаю, мне надо взять самое верхнее место, чтобы никто туда не добрался. Давай. Куда, кстати, никто не добирается. Получилось. Ай, аккуратно. Стерли. Легенка мирового бушкетбола Андрей Кириленко. Андрюха, спасибо тебе огромное. Спасибо. Мы продолжаем. Прямо сейчас наша постоянная рубрика в студии Арины Ростовской. Давайте посмотрим, что в этот раз приготовила нам Арина. Внимание на экран. Это мой голос, когда я не веду прогноз погоды. Это мой голос, когда сегодня все ясно. Местами шашлыки, возможные кратковременные припадки. Такие, как прямо сейчас. Ведь мы будем учиться пародировать голоса знаменитостей. А в гостях у нас человек, который еще никого не показал, а уже спародировал Ким Чен Ына. И это Анатолий Цой. Кого спародировать надо? Я готов. Чтобы спародировать Сибитова, нам нужно изобразить звук ржавой калитки. Ой, это очень смешно. Подбородок максимально впечатываем. Если очень хочется, можно тремор вот такой, знаешь, головы добавить. И любую фразу всегда заканчиваем вот этой вот ржавой калиткой. Вот это вот. А че это? Ой, это очень смешно. А че это? Тремор добавляем, потому что претензии никто не отменял. А женихи нам на что? Видишь, и в конце-то все, калиточка всегда у нас включается. Ой, это слезы. Как это похоже. Чтобы спародировать Малышеву, нам понадобится звук вибрации телефона. И вот на этом звуке нам прям нужно вот «Добрый вечер, дорогие друзья!» «Добрый вечер!» Как будто можно было бы быстрее, нам нужно доплатить, а у нас денег нет. «Добрый вечер!» И вот эта вот буковка «Р» она очень характерна. То есть «Добрый вечер!» Видишь, она внутри. «Добрый!» «Добрый!» Давай попробуем поимпровизировать. Сможешь показать ситуацию Малышева, автомобильный обзорщик? «Тормозная жидкость должна быть густая и обильтая. Если чувствуем, что вот-вот будет выделенка, мы успеваем всунуться, девочки, мальчики». «Глаза на выкате». Ну, я так не могу, но ты попробуй быть. «Я король!» «Та-да-да-на-а!» «Чуть-чуть, кстати, как будто ты чуть-чуть подшафал». «Та-да-на-та-а!» «Встала и ушла!» «Если хочешь, мочи манту!» Потрясающе! «Если хочешь, вложись в скрипту!» «Только знай, что войти в дверь можно снова опять не в ту». Чтобы спародировать мне следующего человека, мне нужно, во-первых, надеть очки, поменять позицию голоса на чуть-чуть сиплую. «И наклон головы, как я понимаю, да?» «Когда боги покидали Алим, пришел он, Дмитрий Нагиев». «И чуть-чуть прям помедленнее, потому что он в очки не торопится». «Да-да-да-да, не торопится». «Вот прям такой вот он». «Большие перепонки». «И потом обязательно улыбнуться, закусить губы, чуть облизаться, ни с чего вообще, ни с чего, нет полной, нет!» «И ты такой...» «Это полос...» «Все! Пока! «Пока!» «Но мы еще не закончили, потому что теперь тебе нужно позвонить одному из твоих знакомых и попробовать спародировать тот голос, который мы сегодня с тобой разбирали. И если человечек угадывает, то мы с тобой победители. Мы все сделали правильно. Если нет, супер-приз в виде возможности пойти домой. Если... Подходит. Если, значит, не угадывает там человек, мы остаемся здесь примерно на 50 лет. Кому будем звонить? Так, давай позвоним моему другу, который всегда на связи. Как его зовут? Его зовут Валентин. Вот его многие знают. «Только попробуй не угадать, я тебя убью». «Пусть он трубку сначала возьмет. Уже будет, мне кажется, половина спорта». «Победных?» «Да». «Алло». «Алло, Валюх, привет». «Привет, привет». «Смотри, такая задача. Я сейчас буду показывать тебе человека, а ты попробуй угадать, кто это. Ну, известного человека». «Показывай, я говорил». «Известный». «Да». «А что это?» «Смех». «А что это?» «Бойерского пчела». «Нет, ты знаешь, это женщина». «Ну-ка, еще раз. Сумного, какой-нибудь другой, может?» «Что за женихи пошли?» «Кто?» «Что за женихи пошли?» «Что за женихи пошли-то?» «А-а-а?» Красавчик, спасибо. Ты меня из рапостного спас. Толя, мы победители, за что я тебя и благодарю. Ты красавчик. А ты красотка. Спасибо, Арина. Ждем тебя в следующих выпусках. Мы продолжаем. У нас в гостях певец-музыкант-писатель Алексей Чубаков. Алексей Чубаков. Собственной персоной. Такой красивый, нарядный, ленировый. Потрогаем за попку. Получишь морковку. Такой, такой выход. Он просто повернулся и ходит. Лёха, привет. Это родной. Ай, салютики. Спасибо. Здравствуйте. Садитесь. Садитесь. Я рад вас видеть. Мы рад тебя видеть. Лёшка в хорошем настроении. Я понимаю, что у вас в шоу все нормальные гости уже закончились. Пришла пора таких, как я. Мы разминались на этих всех бездарях. И вот ты здесь. Ты первый. Наконец-то, да. Все, что до этого было, это была подготовка. Артист категории А. Я обниму тебя. Это приятно. Да и мне тоже приятно. Я обнимусь. Я как будто только что уперся в ковер. Это было очень мягко и очень приятно. Я так 20 лет с Мартиросяном здороваюсь. Лёш, меня осенило перед этой программой, что ты, оказывается, всё время пел про матрёшку. И я вот подготовил для тебя вот это вот «Девочка-девушка-женщина». Это твоя песня. Можешь потом забрать её. Ты какие-нибудь песни знаешь, Чумакова? Пожалуйста. Девочка-девочка-девушка. А ещё? А ещё? А ещё? Ты реально хочешь сказать, что ты вообще не знаешь? Нет, сто процентов знаю. Но просто не скажешь. Но так сразу я не назову. Вот ты вот всё поёшь, я такой, я знаю эту песню. Я тоже ни одну твою песню не назову сейчас сходу. Слушай, это я тебе благодарен. Потому что такие вещи нельзя называть в прямом эфире. А мы в прямом эфире. Нет, ты послушай, у меня есть хорошие вещи. А я знаю это. Я же не просто тебя обнимаю. Да не знает он. Что он тебе рассказывает? Не знает вообще ничего. Но с другой стороны, где он и где ты? Он говорит, скажи мне название. Скажи название, я напою. Ну, например, у меня есть известная песня «Счастье». Давай. Это когда ты без звонка, можешь войти в мой дом. Ты в мою дверь. А ещё? А чё ещё? Да слушай, а всё? Так я, получается, только одну песню не знаю. Слушай, ну я всё равно вас люблю, ребят. Спасибо. Нет. И на самом деле... Я скажу, так меня ещё никто не обсирал. Ну, знаешь, мне это понравилось. В самом начале передачи. В самом начале передачи. Алексей, человек категории А. Ну что, песни знаю я? Нет. Аплодисменты вот таким способом. Это не умаляет твоих заслуг в этом мире музыки и твоего таланта. Ты крутой, когда ты берёшь микрофон в руки, сейчас ты без него. И когда ты его берёшь и поёшь, это всегда чётко, точно и круто, и хит. Согласен. Что мы скажем? Лёх, вопрос от женщин. Все женщины интересуются, когда у тебя следующие концерты? Где? Песни, клипы? Куда приходить? Я делал разного рода шоу. Яркие, большие. Ни разу не было, ни разу не было. Я приглашу. Правда. Я не хожу на яркие, большие шоу. Я хожу только на тусклые и маленькие, поэтому позови меня. Ты сейчас прям концепцию своей жизни озвучил. Зачем ты при всех? Да, я смотрю на себя со стороны, мне нравится. Какой тусклый и маленький. Так, и что ты готовишь сейчас? А я хочу сейчас сделать такую амплактовую программу. Камерную? Нет, когда маленькое количество музыкантов, всё очень такое приглушённое и всё акустическое. Типа ты, ложки и люди. И вилки, да. А, и вилки. Да. Ты сейчас, ты уверен, что ты на ложках играешь сейчас? Как-то так они... Илюх, ты бы не делал такие движения. Сейчас что угодно можно на компьютере подрисовать. На компьютере? Или, судя по... У наших зрителей нет компьютеров. Теперь понятно, почему они не знают мои песни. Я про это же. Лёш, у тебя в прошлом году родилась вторая дочь, правда? Да, да. Мы тебя поздравляем. АПЛОДИСМЕНТЫ Паша, ты же... Возвращайся опять к этому. Теперь у тебя дома девочка, девушка, женщина. Да, у меня женское царство, у меня все женщины вокруг. И ты знаешь, этот момент, когда я вдруг понимаю, что я девчонок понимаю лучше пацанов в этот момент. Ну, у тебя же пацан и девка. У меня, да. А у тебя? У меня две девочки и мальчик. Две девочки и мальчик. То есть мне ещё тебя догонять? Ребят, послушайте, давайте как-то переделаем. Получается, у вас две девочки, девочка и мальчик, а у меня пацан и девка. Как мне домой-то идти обратно? Да, да, я тоже заметил, я думаю, достаточно грубо. У меня девочка, у тебя же девчулечки, да? А у тебя кто, вот этот? Мужик и там ещё одна с ним шаромышится. Нет, 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 я люблю всех детей, правда, но девочка, мальчик, девочка, мальчик. Девочка, девочка. У Соболя в этом смысле более плодовитые, у него трое. Я вам могу, если что, как-то подсобить. Вы вдвоём можете обратиться? Как выяснилось, не так уж и плохо иметь тусклые и маленькие, но я могу совершенно точно сказать, что... Просто у меня, просто у меня меньше гастролей. Но я могу сказать совершенно точно одну вещь, что... Ребята, вот я хочу призвать, вот мы здесь сидим, папы. Да. Все классные, Пашка, Соболев, я тоже неплох на самом деле, вы все классные. Рожайте больше, ребята, не стесняйтесь. Вот прям вот закончилась передача, можете прям даже здесь начинать. Просто давайте рожать. Лёш, что-то есть, что тебе не нравится в отцовстве? Да. Я ненавижу мужей своих детей. Уже ранее? Уже сейчас. Я ненавижу их мужей. Да. Я ненавижу мужей моих дочерей уже сейчас. Я понимаю, что мне надо будет что-то сделать, чтобы переоформиться, что я сам муж, что наверняка меня тесть также и в детстве моем и своем ненавидел, наверняка. Вот. Что надо психологически к этому подготовиться. Но я смотрю на эту маленькую девочку мою, постарше, которая Мелечка, Алиша, и я думаю, что какой-то... На самом деле, не все мальчики, как ты. Есть девочки, как я. Да нет, ну на самом деле, у тебя... Мутантство. Скажу честно. Вот момент, я смотрю на Софию свою и думаю, ну как кто-то... Садись ко мне! А почему ты искренне думаешь, что это какой-то... Что они с Мартиросяном будут жить? Не факт. Нет. Это может быть нормальный чувак, который скажет, садись ко мне, девушка! Ну, уже по-другому звучит. А, о чем? Мартиросян не нормальный? Он такой. Когда ты так говоришь, садись ко мне, явно некуда садиться. Ну да. Он говорит, садись ко мне, нарисовываю. Садись ко мне, на колени посидишь. Мало кто знает, Алексей Чумаков – писатель, друзья. В этом кресле сидит писатель. Это аплодисменты отдельные. Я действительно пишу книжки. И я не могу назвать себя писателем, потому что все-таки писатель – это профессия. А я человек, который пишет книжки. Но неплохо. Ты пищик. Ты пищик. Да? Пищик. Писец. Соболь, писец. Где-то не подалек. Я тебя понимаю, я сам соболь. Хотя бы профессии хочу. Хотя бы как-то приблизиться к твоему величию. И… Писун. А? Писун. Нет, писун с этим вообще не проблема. Вот. И… Зачем я это говорю? Зачем я обманываю? Проблема есть. Не знаю. Мне кажется, когда мы в монтаже все порежем, будет… Добрый вечер. Это Алексей Чумаков. Я… Писун. Я… Писун. 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 Короче, я… Знаешь, я ложусь спать. Ага. И столько мыслей. Надо туда-туда сделать. То-то-то-то. Уже башка лопается. И я думаю, дай-ка начну писать. Ну, вот какие-то мысли, какие-то идеи. Ага. И ухожу в какие-то дебри фантазийные. Ну, мы же любим вот эти всякие приключения, вот эти… Мистику. И начал писать. Так. Аккуратненько в планшетике. Тик-тик-тик-тик. И так, планшетик на лицо. И я врубаюсь. Как бы вроде хорошо. Уходишь в иной мир. Так науходился, что уже четвертую книгу дописываю. Мне очень нравится. Тик-тик-тик-тик-тик. Вау. Лёха, между прочим, пишет жанр… Как его назвать? Ну, мистические триллеры. Мистические хорроры какие-то такие. А, это не детская литература? Нет. Ааа. Ужастики. Он пишет истории. Страшные истории. Да, вы же. Я, на самом деле, когда читал первую книгу, особенно, когда слушал аудиокнигу, мне жутковато становилось момент. Да, очень правдоподобно. Спасибо. Такой вот человек у нас, который на сцене… И я… Ну, это классно. Девушке любовь и вечером он затащил её. Смерть, призраки, кровь, убийство. И я же снял, Паша, фильм… Так вот я к чему и веду-то. Фильм. Я снял фильм. Фильм по… Какой ещё фильм ты снял? Роману своего… Своему роману в «Польских призраков». Мне есть, чем похвастаться. Мне есть, что сказать миру. Он в августе… Он в августе… Он в августе выходит на экраны. Правильно? Я думаю, что в августе не успеваем. Наверное, всё-таки осенью. Ну, вот-вот уже совсем скоро, да. И перед нами, получается, сценарист, продюсер и режиссёр. Режиссёр. Я как режиссёр снял фильм. Представляешь? Это… Какой скачок? От, получается, писюка до режиссёра? Лёх, откуда такая тяга к призракам? Я жил в городе Шамарканд. Это древнейший город. Это цитадель центра Шёлкового пути. Мы жили в доме. В частном доме, в частном секторе. Это такая махаля. Махаля – это место, где… Ну, как бы райончик такой. Райончик. Частный домик небольшой. Лесополоса. Рядом обкомовские дачи. И всё такое какое-то заросшее, ну, красивое. Но в этом доме творилось нечто очень странное. А можно сделаем из этого страшную историю? Прямо сейчас. Давай. Мы жили в доме. Это реальная история. В доме с пианино. Ребята, принесите салфетки, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание. Мы жили… Это реальная история. Ага. Мы жили в доме в Самарканде. Сначала всё было хорошо. Мы существовали, приглашали гостей, потому что всё-таки частный дом небольшой. Но потом начались очень страшные вещи. Кварт-клата пришла. Пришла. Пришла кварт-клата. Он будет обсирать мне всю историю. Нет. Первый раз я почувствовал неладное… Это было днём. Мама, папа уехали на работу. Брат уехал на учёбу. Я остался один. Сколько тебе лет? Мне лет одиннадцать. Мне было около двух часов дня. Два часа дня. Я подошёл к холодильнику. Вау. Открыл холодильник. Стою, смотрю и думаю, что же бы мне взять. Это реально, я не шучу. Как бы нелепо сейчас ты не выглядел. И я. И в этот момент на кухне я почувствовал сзади чьё-то присутствие. Тишина. И услышал вдруг, реально. Вырубай, вырубай, вырубай. Боюсь, 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 боюсь. Нет. Выключайте. Нет, нет, нет. В этот момент вырубай. Алёша. Именно это произнесло мне в ухо кто-то произнёс. Клянусь. Алёша? Алёша. Прям в ухо. Я почувствовал дыхание. Как так? Ты же Игорь. Я подумал о том же. Алёша. Я обернулся. Я обернулся. Алёша. Сначала не совсем понял, в чём происходит. Алёша. Но после этого маме рассказал. Мама у меня врач. Она подумала, что мальчик не от мира сего. Ага. Но оказалось, после этого у нас начались серьёзные проблемы. Во сне начали дышать родители. Это реально. Я видел какую-то сущность, которая передвигалась ночью по коридору. Это реально. Ага. Душегуб Самаркандский. Звучит как вор в законе какой-то. Прости меня, Господи. В результате, когда мы начали копать подвал? Подвал. Для того, чтобы складировать что-либо. Так. Мы начали натыкаться на какие-то остатки чаш. На какие-то глиняные... Как они называются эти? Кувшины. Кувшинчики. И на кости. Реально. Боюсь, боюсь. Оказалось, ребята, что этот дом и близлежащие дома рядом были построены на старом кладбище для самоубийц. Кладбище. И именно здесь когда-то стояло кладбище для самоубийц. Страшно как. Алёша. Алёша. Красавчик. Лично от меня. В результате, 4 года жизни в этом доме. Огромное количество разных историй, которые невозможно объяснить, которые невозможно быстро рассказать. После этого мы съехали оттуда. Крайне долго продавали этот дом. Потому что люди просто не хотели в него заходить. В результате продали. Об этом забыли. Но отпечаток мистического начала во мне остался навсегда. И с тех пор я пишу мистические романы и снимаю фильмы ужасов. Подожди. А как же твои песни добрые про любовь? Где ты рассказываешь, что ты в кого-то влюблён. Девочка, женщина, бабушка. Но ведь она когда-нибудь умрёт. И вот тут начнётся самое интересное. Но ты знаешь, я хочу тебе сказать, что несмотря на то, что ты пишешь мистические книги, когда ты выступаешь на сцене, ты красавчик. Паша, Паша, Паша. Ау. Спасибо. Паша, Паша. Но я понимаю, что вот эта вещь, она должна была быть интересней, потому что я-то рассказывал реальную историю. Я могу про себя рассказать реальную историю. Дай мне, пожалуйста. А мы можем сделать так. Могу я рассказать свою историю, а ты её озвучишь. Страшно. А потом ты уйдёшь из студии. Потому что это будет очень страшно. Так. А зачем мне ждать? Так. Давайте. Включайте музыку. Моя история. Мне было 12 лет. Я гулял с друзьями. И всех, всех позвали по домам. А я остался один. Шёл ливень. Страшно. Как? Но я был в дождевике. И иду вот так вот вдоль домов. И слышу, кто-то зовёт меня. Боюсь, боюсь. Паша. Паша. У тротуара в дождевом сливе лежит клоун. Лежит клоун. Я подхожу к нему. А это оно. И он говорит, пойдём со мной. Пойдём со мной. Красавчик. Вот так Мартиросян забрал меня в камеди. Боюсь, 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 боюсь. АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати говоря, тебе 12 было, и у тебя был Мартиросян. И тебе было 12. Сзади сказали Алёша. Может быть, это Мартиросян? Нет, Мартиросян бы сказал Алёша. Алёша. А теперь твоя очередь. Моя очередь? Хорошо. Таких историй у меня много. Однажды одна женщина, у неё был муж. И муж поехал в командировку в Сочи. И в какой-то момент он полюбил другую. Он написал ей письмо своей жене. Мол, так и так, я нашёл здесь девушку, и мы будем жить с ней. Не серча ему, детям привет. Читая на кухне это письмо со своей дочерью, мать сначала не поняла, в чём это дело. Но когда дочь объяснила, что муж ушёл, она, конечно, была в шоке. Тебе не кажется? Какая-то, нет? Да. Нет, это вначале, это любовь и голуби. Там развитие будет позже. Всё, вернулись обратно. Вырубайте это. Любовь и голуби начал пересказывать. Какой он смешной. Ужас какой-то. Так, убираем это всё подальше. Фу. У нас в гостях Алексей Чумаков. Мы раскроем его невероятные таланты, которых огромное количество выясняется сразу после рекламы. Лёш, я знаю, что ты ещё профессиональный гример. Блистательный, перед вами сидит блистательный мастер пластического грима. Да ладно. А так? Вот Лёшина работа. Покажите, пожалуйста. Ну да, это, кстати, Иракли посередине. А это диджей-грув справа. Да, справа это диджей-грув. А, и Лёша Гомон... Это Иракли Перцхалау посередине. Это круто. Алексей Гомон. Да. Возможно, Алексей сейчас так и выглядит. Ну, это не все работы... А как так получилось, что ты стал работать гримером? Во-первых, я не стал работать, я просто это делаю. Ну, делал, я умею это делать. Прикольно. Но ты разве не работал никогда по этой профессии? Нет, я всегда с детства пою песни. То есть платят мне только за это. А, это твоё хобби? Да, это моё хобби. Прикольно. Видишь, тоже связано с каким-то таким полумистически страшным. Это просто хобби твоё, получается. Да. Ну, нифига себе, ты такой мастер. Но я делал концепт дизайна монстров для кино, например. Я делал скульптуринг и так далее. Я попросил тебя взять на эту программу какие-то свои материалы профессионального крутого гримера, пластического грима. Ты можешь мне сделать здесь, в студии, что-нибудь? Грим? Грим. Ты принёс? Ну, у меня есть с собой, мы же договаривались. Ну и всё. Давайте сделаю на носу, вот здесь, в районе носа, шрам, например. Давай. Бородавку. Бородавку себе сделайте. Бородавку. Ну, мне для этого надо ударить тебя, Паш. Ты не будешь... Нет, я не буду. Вот у тебя есть скальпель. Бей под ребро. А чтобы... Это ты сейчас будешь налазить ему дополнительную текстуру, верно? Да. Отлично. Я буду немножко комментировать, что я вижу. Давай. Можно ли, как бы, с помощью пластикового грима убрать нос? Послушай, а грим и макияж — это разные вещи? Ты не можешь накрасить жену? Конечно. Чью? Свою. Извини, пожалуйста, только я её и крашу. Это сыр бри, правильно? А? Это же сыр. Ну, я успел там, короче. Ничего страшного, давай. Давай. Короче. На этом ковре что только не делают. Это ему фильм. Ты расслабься. Да. Я тебе честно скажу, я этому не учился. То есть ты решил, что мой нос недостаточно большой. Ну, мне для этого надо слой же нос. У тебя нос? Ты не обращай. Ты смотри на меня. Пусть это будет для тебя лёгким сюрпризом. Давай. И что? Не смотри туда. Пусть это будет лёгким сюрпризом. Хорошо. А куда смотреть? Я потом заголовки представляю. Алексей Чумаков оставил шрам Павлу Волину носу на его передаче. Ну, и что? А ты мне говоришь, не смотри туда, но у меня длина такая носа, что я всё равно всё вижу. Как на ладони. Какие фильмы с твоим гримом? Есть. Ну, слушай. Аватар. Аватар, например. Он там всё сделал из пластилина. Тебе, кстати, очень хорошо, Паш. Я вот смотрю и понимаю, что вот если бы я что-то в тебе менял, то вот нос. Всё остальное-то у меня идеально. Всё остальное, кстати, у тебя отлично. Сейчас. Всё. Уже близко. Уже близки к окончанию. А скажи, пожалуйста, вот песни, которые ты пишешь сейчас, современные, есть у тебя новые песни? Есть. Но хиты – это то, что было написано раньше? Нет. Или сейчас появляются хиты? Хиты – это то, что поёт народ. Ну, вот я… После того, как ты сегодня меня вместе со своими зрителями опустил, я понимаю, что хитов у меня нет. Вернее, хиты есть. Давайте я первую фразу, а вы всё остальное сможем? Ну да, давайте помолчим. Давайте помолчи. Нет, вы меня реально, вы меня реально пытаетесь опустить? Нет, напротив, я… Ни при каких обстоятельствах. Я пытаюсь немножко взбодрить людей. С учётом того, что происходит у меня на носу, опустить пытаются меня, мне кажется. Я не знаю, как это будет выглядеть в эфире, но это точно даёт нашей программе какой-то вес. Вот это? Оставь, оставь. Ну, вообще, всё вот то, что сейчас происходит. Пожалуйста, займись своим делом. Дай мне чуть-чуть. Займись своим делом. Туда смотри. Хорошо. Смотри, светлое будущее. Я буду вести себя, как диетолог Харламова. Ничего не делаю, ничего не говорю. Долго еще раз? Нет, всё. Извини. Что? Работаете? Нет, за него, извини. Есть. Хип. Всё. Ну да. Посмотри. Посмотри. Очень хорошо, Паш. Я тебе скажу, что в этом… Лёш, спасибо тебе большое. Это очень хорошо. Ты стала кормящая одежда. Подождите, дайте зеркало, можно посмотреть? Принесите, Паша, пожалуйста. Дайте зеркало. Тебе очень хорошо. Ты не дёргайся. Ты не дёргайся, да. Чем отваливаешься? Хорошо, я не буду дёргаться. Просто посмотри на себя. Я хочу посмотреть. Тебе очень хорошо. Очень хорошо. Какой ты! Гад! Он всего лишь нанёс пудру. Знаешь, сразу видно у человека двое детей. Иди, размешайся на старт. Ууууу! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Что за истерия? И как из какого-то мультика там были такие плохие герои такие? Эээ, таким мощным. Ты там забыл пока, да? Вот оно вот так вот. Это Алексей Чулаков. Он сейчас поет вам свою композицию. А я, конечно, на телевидении буду выступать только так. Поехали. Это Алексей Чулаков. Я забываю, когда неприятно, что ты там. Где мне угадать причину явлений? Следуя тенью улицы влюблены в себя. Тут и там оживление и суета. В этом мире что-то не так, в нем какой-то волшебный уют. Тут и там. Тут и там. Какой же ты разный, Алексей Чулаков. Лёш, спасибо. Увидимся с вами на следующей неделе. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.